последнее время мне очень нравится всякие консервы вернее даже салат из консерв то есть как вы видите это салат с тунца в индийском стиле но я предлагаю не просто открыть консерву и попробовать какая она на вкус а сделать самим такой салат в индийском стиле с тунцом именно с консервированным тунцом вот самая обычная банка и вот таким вот способом беря только консерву тунца еще несколько простых ингредиентов получается совсем другое блюдо которое максимально вкусное так что смотрите что из этого получается получается вот такой вот салат смотрите какой он пестрый яркий запах стоит вообще фантастический переходим к готовке но я всех приветствую на канале димитрий для приготовления этого салата надо всего лишь заранее отварить морковь и рис рис отваривайте желательно длиннозерный но для остального понадобится только острый нож сейчас я подправлю первым делом я подмариную немного лук чтобы убрать вот это вот резкости луковую не всем она нравится тем более в салатах как можно меньшим кубиком нарезанную и чуть-чуть подмариную его можно взять конечно сладкий лук какой-то там еще ялтинский либо другой смотрите но лук просто необходим тут если кто-то еще не смотрел как я мариную лук как я люблю именно мариновать чтобы убрать резкость то посмотрите его сейчас всплывет подсказка и все летки под шубой я рассказываю как мариную то есть я беру немного соли немного сахара и здесь у меня уже вода холодная прям ледяная уже с добавленным туда уксусом то есть заливаю размешиваю и оставляю стоять пока будет происходить дальнейшее для приготовления салата я возьму чашку такой вот побольше немного сразу возьму тунца в собственном соку здесь чистого веса тунца именно 150 грамм все отправляю чашку сейчас кошка порадуется она очень любит тунца с банки и вилкой на небольшие фрагменты стоит это все размять и сразу же я могу отправить сюда 100 грамм отваренного риса как я и сказал рис отвариваете как вам нравится нравится более не слипшиеся нравится более такой рассыпчатый все зависит от вас но опять же по рецептуре потому что на упаковке была рецептура но не было процентного соотношения то там написано что длиннозерный рис рис варится такой вот как я делал обычный не для суши а самый обычный на выпаривание стакан грубо говоря не риса где-то 3-4 стакана воды все это подсаливается варится где-то минут 15-20 сливаю потом воду когда она уже постоит немного остынет и добавляю совсем немного рисового уксуса в принципе зачем этот салат нужен вот уже все рис тунцом посолил поперчил пошел кушать но это все шутки также предварительно я возьму консервированные ананасы и дам им некоторое время стечь потому что их надо будет нарезать на мелкий кубик тоже в сторонку запах стоит шикарный хорошие ананасы но пока я возьму вареные морковки 50 грамм и нарежу мелким кубиком старайтесь резать чтобы примерно все одинаковая нарезка получилась у вас еще одним элементом который необходим приготовление этого рецепта желательно возьмите кухонные весы они мне кажется сейчас фактически у каждого есть мне надо теперь взять красной паприки 60 грамм и также нарезать ее на кубики то есть я посмотрю сколько нет это маловато вот чуть больше то есть прямо грамм в грамм не старайтесь сделать это не столь критично нарезаю на полоски а потом на кубик теперь мне надо взять и отмерить 70 грамм или граммов правильнее будет ананаса после чего ананасы надо тоже взять и аккуратно нарезать их на кубики делается это гораздо проще чем может показаться просто сейчас я постараюсь показать на целые штуки то есть я беру сначала раскраиваю на пластинки потом этот сегмент я делаю брусочки после чего уже нарезаю на квадратики ананас уже отправил и прежде чем переходить к следующему ингредиенту я возьму и солил лук чтобы избавиться от этой уксусной воды из ингредиентов осталось взять только сейчас момент 60 грамм бамбуковых таких вот проростков не знаю как у вас у нас продается это все в магазине чего произошла какая-то мистика пришлось перевешивать надо 60 грамм перекладываю на доску и просто самым обычным такими движениями делаю их поменьше можно взять китайскую смесь здесь можно тогда находиться пророщенные ростки и сои либо еще чего-то после того как измельчил просто беру и отправляю все в общую чашку нож доска весы больше нам не нужны осталось вернуть сюда лук и пошли приправы беру немного свежемолотого перца немного соли сразу сильно много не солите потому что тунец консервированный может быть солоноватый также необходимо естественного усилителя вкуса сахара совсем немножко порядка столовой ложки масла я возьму оливковое и тут уже на выбор какую кислинку он добавить можно взять сок лимона но я возьму бальзамику то есть бальзамический уксус буквально чайную ложку сюда добавлю на заключение самая известная индийская специя это карри то есть буквально одну чайную ложку карри сюда осталось перемешать попробовать может добавить сахара соли или перца может быть даже и кислинки ну а после смешивания у нас получается тарелка вот такого салата вроде всего ничего 150 грамм чистого веса тунца 100 грамм риса всего помаленьку получается вкуснейший салат потому что за время когда я обкатывал этот рецепт я перепробовал разные пропорции так что могу сказать что это проверенный рецепт я его пробовал наверное раз пять или шесть прежде чем подойти вот к нужным граммов к вообще великолепно сейчас для вас специально потому что вы очень просите хотите чтоб я попробовал тунец чувствуется со своим характерным вкусом структурой очень сильно чувствуется также приятно чувствуется паприка он же болгарский перец такие вкусы ананас чувствуется опять же со своей структурой со своей сладковатостью рис дополняется плюс вот эти вот роски и побеги бамбуков просто что-то шикарное делается просто делается легко вкус замечательный стоит достаточно таки недорого можно сказать бюджетно и тем более во времена поста тоже пожалуйста используйте так что спасибо всем кто досмотрелся спасибо всем кто подписался поставил лайк оставил комментарий проходите еще очень много всяких рецептов у меня в последнее время у меня большинство рецептов это европейская кухня частично даже больше немецкая но с такими нотками даже франции англии и тому подобное оставайтесь здоровыми выздоравливаете те кто сейчас не совсем здоров будьте счастливы до скорой встречи пока а а а а а Субтитры подогнал «Симон»